Ну, в этом деле основан лучше. Если мы будем описывать, произносить названия чисел. Если число маленькие, то названия этих чисел короткие. Например, 100 или 5. А вот если числа огромные, то названия какие-нибудь будут тоже страшные. 5 миллионов, 26 тысяч, так и так далее. Ну и это понятно, почему происходит. Если у нас коротких названий, конечные числа, их мало. Так что если числа очень большие, то на них коротких названий нет. Хотя есть такие названия, как, скажем, Google, там, 10, 100. Короткое слово, обозначающее некое очень большое число. Парадокс Берри говорит следующее. Давайте я скажу такую фразу. Х это наименьшее число, которое нельзя писать менее 6, чем 10-ю словами. Ну, есть и большие числа, названия которых очень длинные. И мы можем стеснуть. Но значит, есть какие-то числа, для которых нет более коротких названий. И давайте выберем среднедникные пиши. С одной стороны, как следует из его определения, это число нельзя писать менее чем 10-ю словами. С другой стороны, здесь написаны 9 слов, которые вы описаны. Вот гробный директор специально написал, как видите, в табличке 3-0. Это такой вот парадокс. Что это такое число, которое, собственно, можно писать, а с другой стороны нельзя. И на самом деле это будет приводить нас к другому доказательству, что это первое, наверное, где это было не было. Как на длинчейке, чтобы это понять, нам нужно формализовывать понятие, что значит, написать. Что значит, что одно текстовое слово, что-то там описывается как-то. И для этого нам понадобится такое понятие, которое называется коллмогоровской сложностью. Или сложностью описания. Что такое сложность описания? Ну, на самом деле, давайте мы такое немножечко менее формальное определение введем. Коллмогоровская сложность и x, давайте любое, любое слово, любое конечное. Это не меньшая длина такой программы В, что В – это программа вычисляющая x. То есть, В – это, так сказать, некая программа, которая берет, ничего не берет на вход, просто запускает. Она считает, 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 возвращает x. Ну, почему такая программа всегда существует? Ну, можно взять просто программу, в которой зашито число x, и в которой его выводят. Отсюда следует, что коллмогоровская сложность всегда оконечна, и она не больше, чем длина самого x, ну, плюс некоторая константа c. Константа c – это вот та самая шапка, то есть, ну, вот, когда мы пишем программу, которая выводит x, то мы говорим, что там «принт», в кавычках, там и все. Ребят, что такое «самораспаковывающийся архив»? Кто-нибудь, кстати, знает? Встречали такое? Ну, видимо, сейчас уже это не очень популярно. Ну, сейчас не очень популярно, но это было. Смотрите, идея программирования такая. Представьте себе, что вам нужно какому-то человеку послать, ну, я не знаю, там, несколько файлов, да? Или один файл большой, но с какой-нибудь структурой, да, в котором есть какие-нибудь закономерности. В таком случае можно взять и применить, так называемую, программу-архиватор. Они разные бывают. Сейчас обычно это все, как бы, операционная система делает сама, но, тем не менее, может быть, слышали, ZIP, такой архиватор, да? Ну, и другие. Вот. А дальше замечательная идея. Выдает в качестве результата своей работы не то, что можно обрабатывать архиватором. А вдруг у человека, которому вы послали, программы-архиватора вообще такой, вот именно этой программы нет. А он выдает исполняемый файл. Ну, и, соответственно, человек получает этот файл, запускает его на своем компьютере. И в результате работы этого файла на его компьютере получает тот самый файл или файлы, которые вы хотели послать. Понятная идея, да? Из-за того, что это был архиватор, очень часто бывает, что объем того, что вы посылаете, будет меньше, чем файлы, которые вы... Будут стать сильно больше. Нет, а сильно больше бессмысленно, потому что архиватор, что он, это не дурак, если после его работы получается сильно больше, то он просто действительно напишет, типа, шапки и пошлет файл. Ну, и, на самом деле, это шапка, в случае саморазборачивающегося из этого архива, это, на самом деле, программа вот этого архиватора самого. То есть, мы посылаем человеку архив, а также параллельно посылаем газоархиватор, который его откроют. Но это все влезает вот в этот вот констант. То есть, если архиватор попытался сжать файл, а файл стал больше, то он просто скажет, нет, я не буду сжимать вот файл, но переги подать момент. Ну, этот файл не за архиве, просто скопирую его вот из этой части нашего архива. В результате, наш архив будет представлять собой, на самом деле, неизмененный исходный файл, плюс информацию о том, что вот, возьми его здесь. То есть, смысла, когда мы его архивируем, никогда не получится так, что этот файл будет сильно больше. Чуть-чуть больше можно стать, но сильно больше не станет. Эта константа здесь зависит от X. Она зависит от нашей системы архива. Но может быть так, что этот архив станет сильно меньше. Ну, давайте совсем как классический пример. Представьте себе, что наш файл содержит там первые несколько миллионов знаков числа 2. Как у него будет сложность? Ну, допустим, миллион. Понятно, что имеется в виду, что можно просто записать туда эти знаки, и они, так сказать, там будут существовать. И будет огромный файл. Или даже проще. Это не знаки числа 2, это просто миллиону милли. Вот вам зачем потребовалось послать кому-то миллиону милли. Вы можете переслать ему миллиону милли. А вы можете с другой стороны переслать ему программу, в которой будет сказано. Ну, там, цикл, который в миллион газ выводит. Какой будет размер этой программы? Ну, сильно меньше. Ну, на самом деле, если у вас х это, то голубогоровская сложность и х сам, давайте я напишу, что она будет вот так. Ну, здесь возникнет интересный логарифтем двоичный. Ну, почему оттуда взят? Ну, когда вообще можно констант, программа, которая берет, и я на раз-то с к этому выглядел. Ну, где-то нужно хранить само число n. А сколько нужно бит, чтобы сохранить число n? Ну, n записывается в двоичной записи, правильно? В двоичной записи оно записывается как... Ну, или если угодно, клубогоровская сложность числа n. Нет, но опять же, здесь есть неравенство. Да-да, конечно. Потому что может оказаться, что n само, я бы сказал, что это миллион, или там, любое число, которое единицы, и дальше много-много-много нулей. Такое число, в свою очередь, тоже имеет меньшую клубогоровскую сложность. Так что правильно сказать, что здесь это клубогоровская сложность n плюс k встан. Ну, вот так. И так далее. То есть, может быть, что f, а что встан. Заето, что логарифм n, это сильно меньше, чем n. То есть, может быть, что логарифм н, это сильно меньше, чем н, это сильно меньше, чем н, это очень хорошо.